Кто-нибудь скажет, что это валенок? Мы берем те самые мусорные пакеты. Бабушкина стиральная доска. Друшлаки, полки, тарелки, миски. Здесь есть теплый пол. На мое счастье, именно в Узбекистане производится огромное количество шелка. Материал, который вот просто пропадает. Это вообще мешок для стирки. Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна. Я мастер по войлоку. Я делаю одежду, аксессуары и обувь из войлока. Войлок – это валеная шерсть. И сегодня я рада вас пригласить в свою мастерскую. Я покажу вам ее обустройство, как она организована, как я пришла к такому обустройству. Объясню, почему именно так все у меня сложено, по таким цветам, по таким полочкам, как все организовано в моей мастерской. Конечно же, мы посмотрим мои работы. И вообще, автор этого канала я, и он будет посвящен мастерам, которые проживают в Узбекистане и которые делают что-то своими руками. Сегодня мы в гостях у меня в мастерской войлока. Если вы хотите стать героем моего канала, и вы что-то делаете своими руками, абсолютно не важно, что вы делаете. Может быть, вы варите мыло, может быть, вы производите обувь, изделия из кожи. Возможно, вы вяжете, возможно, вы моя коллега, и вы же также что-то делаете из войлока. Проживаете в Узбекистане. Если вы хотите, чтобы я сняла ролик о вас, пишите в комментариях. Там будут мои контакты. Мы с вами свяжемся, и мы сделаем с вами такую же обзорную экскурсию по вашей мастерской. Я расскажу о вас, о ваших работах. Не переживайте, какие-то секреты я выпытывать не буду. Ну, а что, мы, наверное, приступим к обзору моей мастерской. Итак, меня зовут Татьяна. Я проживаю в Узбекистане, в городе Ташкенте. И здесь я занимаюсь в войлоковоляне. Сейчас на мне одна из моих работ. Да, я ношу свои работы с огромным удовольствием. Правда, в основном я люблю создавать более плотные вещи, такие как жакеты, жилеты, легкие пальто, теплые пальто, шубки. В различных абсолютно техниках я, конечно же, покажу вам свои работы. И я предпочитаю, конечно, такой более плотный войлок. Но и с тонким войлоком я также знакома. Я делаю шарфы, палантины, вот как-то платье, юбки. Это не совсем мое направление, но также я это делаю. Я люблю более плотный войлок, который такой немного более формообразующий. Ну, я думаю, любая женщина понимает, чем отличается ткань для легкой летней юбки от ткани для жакета, пальто. И вот все-таки мое направление более плотный верхний войлок. Итак, что же такое войлок? Войлок это сваленная шерсть, если вот очень-очень просто об этом сказать. Если более традиционный войлок это чисто сваленная шерсть, и самый явный тому пример это валенки, которые свалены из достаточно грубой овечьей шерсти. В то время как войлок сейчас на совершенно новом этапе. Он абсолютно как бы вот не сравним с тем, что было 30-40 лет назад. И особенно, конечно, при Петре Первом, когда были, делались первые, наверное, валенки. И сейчас войлок настолько изысканный, утонченный. Вот, например, мое платье, которое я делала себе на день рождения, на юбилей. Посмотрите, ну неужели это можно назвать валенком? Это вот мое личное платье. Вот войлок очень тоненький, очень пластичный. Вот такое вот вечернее платьице-футляр на молнии, на подкладочке. Абсолютно все блестит, играет, сверкает, как я люблю. Так же, как и верхнюю одежду, я люблю делать блестящие и нарядные. И, наверное, в этом моя фишка и особенность. Я люблю делать очень яркие и эффектные изделия. Так, чтобы на любую одежду можно было одеть один какой-то мой жакет. И вы были бы звездой, и от вас невозможно было бы оторвать глаз. И это связано с тем, что используются сейчас крашеные шерсти. И давайте я покажу вам свои шерсти. Вот моя полочка с шерстью. Поскольку я достаточно активно сейчас веду блогерскую свою работу, у меня приобретено световое оборудование. Моя мастерская выглядит достаточно красиво. Я приложила к этому очень много усилий и средств, конечно же, не без этого. И вот здесь у меня лежат те виды шерсти, которые более грубые. Обычно в основном их использую для производства обуви и сумок мастера по валянию. Но я использую эти шерсти для изготовления верхней одежды. Потому что я нашла такое применение, которое меня устраивает. И здесь у нас вот такие вот шерстки. В основном здесь окрашенная шерсть. Это шерсть российских овец карачаевской породы. Она тониной 26-29 микрон. Что такое тонина? Вот здесь у меня клубочек шерсти. И если я отщипну вот тоненькую прядочку шерсти, здесь вот у меня будут волоски. Их здесь, конечно же, много. И вот если я возьму одну из них, и есть такой прибор, есть они механические, а есть электронные. И вот если я померяю толщину вот этого одного волоска, это и будет микрон. То есть вот у этой шерсти 26-29 микрон. Она достаточно такая, ну, грубоватая, скажем так. Ну, поэтому я и использую ее для изготовления верхней одежды, где подразумевается подклад. Пришивной подклад из фабричной покупной ткани, чтобы эта шерсть не колола и не вызывала дискомфорта в тактильных ощущениях. У меня есть вот такие вот этажерочки. Где-то у меня 4 этажа, где-то вот у меня 3 этажа. А в чем их плюс? Ой, они легко вытаскиваются. У меня много где провода расположены. Итак, они вот так вот легко вытаскиваются. Они пластиковые. В чем их преимущество? Они достаточно недорогие, потому что в Узбекистане очень развито производство изделий из пластмасс. Какие-то вот всевозможные дуршлаки, полки, тарелки, миски, контейнеры для продуктов. И вот эта полка, это полка для овощей, для хранения овощей. То есть продается она изначально так. То есть вы ставите ее на кухню, где-то у вас там картошка, лук, морковка и чеснок. Не знаю. Они вот такие вот. Легко собираются. Продаются они в разборном виде. Вот сейчас я, например, сниму верхнюю полочку. Оп-оп-оп. Они вот такие вот. Четыре чаши. Вот так вот. В них располагаются вот такие мои клубочки. И вот такие вот трубочки-перемычки. То есть посмотрите, как компактно можно разместить достаточно большое количество шерсти. Ну и поскольку я веду блогерскую деятельность, мне нужен какой-то антураж. То есть красивый фон. Помимо света, там подсветки. Вот эти клубочки, они, как вы видите, большие. Они яркие. И они смотрятся очень и очень эффектно. Вот так вот они лежат на заднем фоне. Плюс ко всему шерсть всегда проветривается. Как вы знаете, моль очень любит кушать шерсть на завтрак, обед и ужин. Но моль заводится тогда, когда у вас недостаток солнечного света и влажность. К счастью, в Узбекистане достаточно сухой воздух. Здесь огромное количество солнца. То есть моя шерсть постоянно проветривается. Но у меня всегда есть в наличии лавандовое масло, которое я вот капаю. Прям вот раньше я покупала в США. Потом я брала ватные диски, на них капала лавандовое масло. Погружала это в яйцо из киндер-сюрприза с дырочками, чтобы масло испарялось достаточно медленно. В последнее время я, наверное, обленилась. И поэтому я просто вот на эти пипочки капаю чуть-чуть маслом. И оно потихоньку также испаряется. И уберегает мою шерсть от моли. Также плюс этих этажерочек, что можно легко вытащить, протереть пыль и обратно это все задвинуть. Ну и, конечно, очень красивый визуальный эффект. На полочках я складываю шерсть чаще всего по цветам, чтобы я, например, понимаю, мне нужен красный цвет. Я подхожу и уже копошусь вот на этой полке. Я сказала, что войлок достаточно, претерпел достаточно большие изменения по сравнению с традиционным войлоком. Будем за основу брать валенки. И это связано с тем, что сейчас используется много вспомогательных каких-то ингредиентов, материалов. Что я под этим подразумеваю? Вот, например, на моем костюме вы можете видеть приваленная пряжа, волокна шелка, волокна вискозы, пряжа как шерстяная, так же и синтетическая, вискозные нити, шелковые нити. И за счет вот этих всех вспомогательных элементов войлок, как вы видите, становится совершенно не валенком. Он становится более мягким, более красивым, безусловно. Ну и какие-то более технологичные функции он тоже при этом преобладает. То есть, чем больше волокон мы смешиваем, тем более плотная консистенция появляется. При том, что толщина войлока при этом может быть минимальна. И за счет этого он становится менее продуваемым, более гигроскопичным, более дышащим. Все знают, что шелк, например, это один из самых изысканных материалов для изготовления одежды, постельного белья или чего бы то ни было. И на мое счастье, именно в Узбекистане производится огромное количество шелка. И я вот так вот его покупаю огромными рулонами. Например, вот этот рулон был, если мне не изменяет память, по-моему, то ли 89, то ли 98 метров. Это разреженный маргелланский шелк. Он производится в Узбекистане, в городе Маргеллан. Да, там производят несколько видов шелка и шелковых волокон. Но самый распространенный это вот разреженный маргелланский шелк. И он всегда у меня, как вы видите, на первом плане лежит. То есть, в принципе, у меня здесь всегда все вот так вот и стоит. Единственное, иногда у меня бардак, конечно, на столе, когда я делаю какую-то свою работу. И вот здесь, конечно, вот этот стол я использую в качестве рабочей поверхности, где подготавливаю материалы. И вот за счет использования, в частности, вот разреженного маргелланского шелка, его часто используют в качестве основы для войлочных изделий. Особенно часто его используют при изготовлении сверхтонких каких-то изделий, например, как шарфы, палантины. Вот вы видите, он абсолютно прозрачный, легкий, невесомый. Может быть, вы не знаете, что такое маргелланский шелк, но я думаю, что все знакомы с обычной хлопковой медицинской марлей. Ну или хотя бы бинт, все точно видели. И это вот точно такая же марля, только она сделана не из хлопка, а это 100% натуральный шелк. Он лежит у меня всегда в пакете. Я вот так вот так шик-шик-шик выдергиваю вот из этого пакета вот такие вот какие-то фрагменты, там по 3-5 метров. Окрашиваю его и работаю с ним достаточно активно. Вот, например, на изнаночной стороне вот этой как юбки, так и топа у меня находится разреженный маргелланский шелк. Также, если вы даже хоть немного знакомы с вылоковалянием, мы где-то что-то когда-то видели. Вот вы видели, я сейчас отщипнула совершенно крошечную прядку шерсти. Вот, например, да. Есть шерсть, у которой длинный штапель, то есть когда я вот отщипываю из пасмы, вот эта штука называется пасмой, иногда вот эти волокна очень длинные, и тогда раскладка происходит быстрее. Но иногда, вот как вы видите, да, прядочки вот этой шерсти очень и очень короткие, и тогда раскладка производится достаточно, ну, длительный период. Сейчас я вам покажу, как выглядят, например, вот шаблоны. И вот так вот, я думаю, вам хорошо видно, выглядит шаблон, он практически вот с меня ростом, мой рост метр семьдесят, еще там один вот такой вот огромный рукавчик. Вот так вот выглядит шаблон, выкройка, то есть это когда мы натуральную величину вырезаем детали, сшиваем их, и у нас получается изделие. Поскольку вот шерсть нужно сначала разложить, и потом вот в процессе войлоковаляния, она как бы уплотняется, волокна перепутываю со ссовой, и материя становится вот не такой вот рыхлой, да, то есть вот здесь я могу потянуть и в ширину, и в длину, и волокна будут отделяться друг от друга. А вот здесь я могу вот, то есть почесать, поскрепсти, и ничего никуда не отваливается. То есть это достаточно такое стабильное полотно с небольшим трикотажным эффектом. Ну, то есть эффектов самой ткани можно добиваться совершенно разных, можно делать более пластичный войлок, более плотный, стабильный войлок. И то есть вот шерстинки уплотняются и уменьшаются в размерах, получается вот эта вот раскладка. И вот это называется шаблон. Шаблон это то есть вот базовая вот эта исходная величина, к которой мы будем потом шерсть нашу уплотнять, сваливать к ней, будем приваливать всевозможные декоративные элементы, которые я вам сейчас покажу, но они просто все на другой стороне у меня находятся. Вот из этого шаблона у меня получился вот этот вот жакет. Вот вы видите мой размер. Запахиваться сильно не буду, чтобы микрофон не закрыть, да? Вот жакетик на меня, как вы видите, и раскладывался он вот на этом шаблоне. То есть чтобы получить вот такое вот небольшое изделие, нужно сделать вот такую вот раскладку. И то есть вот если шерсть иногда попадается вот с такими прядочками, вот представьте, сколько, наверное, тысяч прядочек нужно использовать шерсти, чтобы свалять вот такое вот изделие. Что касается организации рабочего пространства, есть у меня вот такие вот штуки. Ну, они, наверное, называются органайзер для хранения одежды. Я заказывала их на Алиэкспресс. И вот в этих вот файлах у меня в каждом файле лежит либо один цвет, либо вот какие-то смежные, если их совсем вот малюсенькое крошечное количество обрезков шелка. И также, в принципе, это хорошо смотрится всегда на заднем фоне в моих видеороликах. В чем преимущество вот такого хранения шелка, что все цвета у меня всегда под рукой, мне очень легко подойти. Вот иногда я беру шерсть и вот так вот прямо иду и подбираю какие-то оттенки. И вот здесь у меня представлены мои, наверное, самые-самые базовые инструменты для валяния. Ну, главный мой инструмент – это стол, и это вообще моя огромная любовь. Но есть и какие-то более мелкие мои любимые инструменты. Это полотенца. Специальные есть у меня полотенца. Их специальность в том, что они используются просто только для работы, для вытирания мыльной воды. Иногда шерсть красится. И вот, то есть, поэтому полотенца какие-то могут быть с пятнами. То есть, я просто использую какие-то самые старые-старые полотенца для своей работы. Также в работе я использую вот такой вот мешок для стирки. Есть разные способы валяния. Кто-то валяет более деликатно. Это когда притирают руками или катают в рулоне. Кто-то валяет более агрессивно, например, как я. То есть, каким-то вымешиванием или подбрасыванием. И, ну, представьте, что такое мокрая, мыльная какая-то большая ткань. То есть, если ее подбрасывать и вымешивать, она что будет делать? Она будет брызгаться. И вот при работе в таком вот мешочке, то есть, вот свою раскладку, я помещаю вот в этот мешок и вот так вот активно подбрасываю и вымешиваю. И за счет вот этой вот ребристой поверхности происходит достаточно хорошее, быстрое вылоко валяние. Как и у любого мастера по валянию, у меня всегда огромное количество мусорных пакетов. Причем не целых, а разрезанных на какие-то куски. Побольше, поменьше. Также какие-то пленки, например, вот армированная пленка, которую обычно используют, конечно, садоводы. Ну, вот валяльщики также ей любят пользоваться. Я раскладываю на ней свою вот раскладку. А также в работе используют, ну, практически все, ну, очень многие. Это москитные сетки. Они синтетические. У меня тоже они есть разные. Есть вот жесткие. То есть, вот видите, вот это вот, например, жесткая сетка. Она вот практически колом стоит. И с ней я работаю. Она большого размера. И я работаю с ней, конечно, когда делаю какие-то большие изделия. Например, там, жакеты или пальто. Я использую как жидкое мыло, вот такое вот хозяйственное. Разные фирмы использую. Вот единственное, что если кто-то будет смотреть из валяльщиков. Вот мыло, поверьте мне, это очень важно. Но не спрашивайте у мастеров, вот, а с каким мылом вы валяете. Все зависит от воды. То есть, да, валяет мыло, но в разной воде одно и то же мыло будет работать по-разному. Поэтому вам нужно подобрать то мыло, которое будет хорошо мылиться именно в вашей воде. Потому что в свое время мы жили в Москве. И была вот настолько жесткая вода, что в ней мыло, оно совершенно не мылилось. И то есть, как бы, это даже основа там, чего, физики или химии, я не знаю. То есть, в жесткой воде мыло плохо мылится, но хорошо смывается. А в мягкой воде мыло легко мылится, но тяжело смывается. И вот, вам нужно подобрать мыло именно под вашу воду. Вот такая штука есть. Называется брызгалка для валяния. Она, в нее набирается вода и вот так, ой! И вот так вот распыляется, как из душа. Мелкое распыление, большая площадь. Вот многие валяльщики такими пользуются. Я человек очень торопыжный, импульсивный. Люблю работать быстро, когда все, то есть, не рассусоливать все и не растягивать на огромное количество времени. Особенно вот на такие какие-то процессы, когда вот нужно просто набрать воды. То есть, я ее сжимаю, опускаю воду, она набирает. Поэтому я вам скажу честно, у меня две таких брызгалки. Они уже обе у меня по разу сломались. Розовая уже два раза сломалась, но я ее починила. Кстати, если вы валяльщик и вдруг наткнулись на это видео, у меня есть канал по валянию. Там много мастер-классов, обзоров готовых моих изделий. Переходите туда, подписывайтесь на тот канал тоже. Там много интересного и полезного для валяльщиков. Друзья, поскольку я переквалифицировалась из просто мастера по валянию в блогера, да, то есть, я закупилась неким световым оборудованием. У меня огромное количество проводов, удлинителей. Что я могла, я, конечно, спрятала, но некоторые вещи, ну, вот как бы не получается спрятать, да, не все возможно организовать на каких-то аккумуляторах. Но шерсть шерстью, конечно, валять без шерсти невозможно, но самый-самый мой любимый, самый мой ценный инструмент, я называю его инструментом, это мой рабочий стол. Вот мы берем те самые мусорные пакеты, если покупаются самые большие мусорные пакеты, которые есть, они вот расселаются на стол, на стол. Ваш шаблон должен помещаться на вот этот мусорный пакет, то есть, если не хватает одного мусорного пакета, я при помощи обычного скотча склеиваю, на него располагаю вот тот самый шаблон. И вот те самые вот эти крошечные прядочки начинаю располагать вот на этом шаблоне. И то есть, представьте, вот если бы стол у меня был вот такой высоты, то есть, чтобы вот разложить все эти там тысячи прядок, нужно было бы мне вот находиться в неудобном положении, что очень вредно, очень опасно для спины, большая перегрузка для мышц спины, также для ног. И вот мой самый-самый надежный, самый-самый любимый, самый ценный, самый важный инструмент – это мой рабочий стол. Как таковых столов для валяния профессиональных, то есть, на фабриках где-то, чтобы продавались, таких нету. Мой стол сделал для меня супруг. Из чего он состоит? Вот, как вы видите, это такие вот ножки из цельной сосны. Изначально это были просто четыре ножки, вот рама, и на раме лежит вот такая вот ДСП. ДСП, кстати, привезла еще из Москвы, это два листа ДСП, они вот фабричные, они стандартного размера, 152 на 152. И то есть, у меня вот здесь лежит два листа. То есть, размер моего стола 304 сантиметра на 152. То есть, уже позже намного я обзавелась. Ну, оно не профессиональное освещение, но оно очень и очень хорошее. То есть, вот смотрите, у меня окна там, здесь у меня люстра. И вот я раскладываю те самые тоненькие прядки, и если где-то что-то у меня будет не состыковано, вот образуется дырка, и, ну, то есть, войлочное полотно, получается, будет бракованным. Что еще касается, вот, как бы, обустройства моего стола, как я вам показала, здесь вот он ДСП. Не знаю, сколько тут, наверное, полтора сантиметра. Здесь чистое дерево, во-первых, чтобы оно не портилось от воды. И я работаю таким строительным инструментом, как виброшлифовальная машина. Поэтому, чтобы не было такой вот вибрационной отдачи, я постелила сюда подложку под ламинат, а сверху постелила белый линоле. Но суть моего стола, помимо того, что он большой, он удобный, у него хорошее освещение, у него еще есть вот такая вот штука, если я сейчас подниму линолеум, здесь есть теплый пол. Делается, ну, продается вот полный комплект, вот этот пол, и вам нужно купить только вот эти вот провода и вилку. Я могу валять где-то там и час, и два, и три, то есть, и вот мое изделие мокрое, мыльное. И вот представьте, вот в холодной мыльной воде вы вот, ну, грубо говоря, стираетесь, стираетесь, час, два, три, это не очень хорошо сказывается на суставах кистей, поэтому у меня есть вот такой вот подогрев стола. К сожалению, его мощности не очень хватает, чтобы вот пробиться на поверхность, но все же это лучше, чем ничего. У меня есть вот такой вот барный стул, то есть, вот мой рабочий стол, он практически мне, ну, вот по пояс. Если я буду пользоваться обычным стулом, стандартным, если я сяду, то я окажусь вот в таком вот положении, то есть, работать я не смогу, то есть, ни докуда не достать, только вот если вот тут что-то нужно, я не знаю, что сделать. У меня есть барный стул. В чем плюс барного стула? Ну, во-первых, он делается очень высоким, так же, как и обычное любое кресло. И если вот я на него сяду, так, я располагаюсь достаточно высоко над своей раскладкой, и вот иногда, когда я раскладываю какой-то декор, вот мелкий особенно, я могу вот, что касается, вот метр на метр работать сидя и давать отдых своим ногам, потому что я вам показала, что шаблоны очень большие, и если стоя делать все работы, то, конечно, это немного устают ноги, и это тяжеловато, поэтому часть работы я делаю сидя. Вот вы видите, наверху у меня вот здесь как бы световая панель, а вот здесь вот такие вот две палки. Это вообще в Ташкенте мы покупаем фрукты, овощи, ящи в ящиках, и это две палки, которые я оторвала от ящика, и вот сверху просто приклеила, и на них я сверху кладу телефон, когда произвожу съемку вертикальную. Есть вот такой вот стульчик из Икеи, я ставлю его на пол, залазю на стул, потом я залазю на стол, и вот сюда уже ставлю телефон. У меня есть и штатив, вот этот журавль, который наклоняется, но вот эта штука прям стабильна, надежна, не нужно никогда выравнивать вот этот угол, угол, ты уверен, что твой крепеж надежно закреплен, и я вот сюда кладу свой телефон, и он дает вам, дорогие зрители, те самые хорошие кадры, когда я работаю, вот, и видно четко всю раскладку, весь мой огромный шаблон. Если там у меня вот лежит обычная, скажем, я ее называю обычная шерсть, конечно, она не обычная, это овечья, прекрасная, волшебная шерсть. В общем, здесь у меня стоит вот такая вот коробочка с нитками, поскольку я шью, но и в качестве каких-то технических меток мне всегда нужны обычные именно швейные полиэстеровые нитки. Также здесь у меня вот лежат булавки, иголки, сантиметровая лента. Моя книга записей, да, я веду книгу записей, описываю подробно каждое свое изделие. Еще один мой тоже любимый инструмент. Многие мастера говорят, что я не работаю в виброшлифовальной машине, я с ней работаю. И все так нахваливают эту Макиту, у меня была Макита, я не могу сказать, что я от нее в восторге. Потом я много времени, прям лет пять, наверное, работала в виброшлифовальной машине Декстер. Изначально это строительная техника, и ее рабочая, вот эта машинка очень тяжелая. Ее рабочая поверхность ограничивалась вот этими местами. А вот здесь, ничто вам ничего не напоминает, это обычная разделочная доска. Здесь прикреплена у меня вот эта разделочная доска, она обработана силиконом. Вот здесь, как вы видите, дырочка, да, я заклеила ее обычным сантехническим скотчем. Я думаю, может быть, даже можно и простым скотчем. Я обработала ее силиконом. И вот вы видите, вот этой машинкой я пользуюсь уже год, то есть дерево абсолютно не пострадало. Сейчас у меня машина Инстар, и вот просто супруг пошел на базар там по делам строительный и купил, скажем так, самую дешевую. Если будут смотреть меня зрители из Узбекистана, и кто-то спрашивал, где купить виброшлифовальную машину, есть такой базар Джами, называется он, там продается все-все для строительства, он большой, там разные какие-то отделы есть. Вот мне покупали эту машинку на базаре Джами. У меня лежат акварельные карандаши, потому что я делаю на мокром войлоке какие-то отметки. При помощи акварельных карандашей на темных изделиях беру светлые, на светлых темные. Они абсолютно полностью смываются, поэтому вот акварельные карандаши у меня всегда есть в мастерской. И вот здесь у меня лежит вискоза. Вискоза различных оттенков. Она сгруппирована у меня по цветам, то есть идут красные оттенки все вместе, синие все вместе, желтые все вместе. Вискоза, вот здесь у меня лежит троицкая вискоза. Здесь у меня лежит, кстати, вискоза как таковая чистая и тенцл. Я как-то их не разделяю. У меня есть кошачьи чёски, и они лежат именно здесь, потому что этими кошачьими чёсками я начёсываю ту самую вискозу для того, чтобы сделать красивую изнанку на своих изделиях. Здесь у меня лежат волокна крапивы. Да, вот войлок, в чём и особенность современного нынешнего войлока, можно привалять лён, крапиву, вискозу, тенцл. Тенцл это вискоза та же самая, но сделанная из эвкалипта. То есть по сути я приваливаю волокна эвкалипта. Кстати, не думайте, данная крапива совершенно не колется, это уже не готовое растение, оно обработано, вот вы видите, оно окрашено вот в такой вот золотистый оттенок и раскладывается точно так же, как и шерсть. Вот так вот вытаскиваю, вот такие вот у неё уже достаточно длинные волокна, и вот их располагаю на своих изделиях. Это не так вам хухры-мухры крапива, это итальянская крапива. И вот здесь у меня также есть ещё один вот такой вот стеллажик, и здесь вот уже как раз много всего интересного. На верхней полочке у меня здесь лежит итальянская вискоза. Она чуть более мягкая, чем, например, троицкая вискоза, но в то же время, вот если вы посмотрите на моё изделие, то именно из троицкой вискозы можно получить, ну вот такие вот какие-то вот, вот такие более жёсткие, более чёткие какие-то узоры. Поэтому если здесь, я говорю, итальянская вискоза, это не значит, что российская вискоза хуже. В то же время у российской вискозы гораздо больше количества оттенков. Но если вы хотите, чтобы ваша вискоза сочеталась цвет в цвет с шерстью итальянской фабрики, то есть вы можете брать, например, цвет помада вискозы и цвет помада шерсти, и они будут, конечно, тон в тон совпадать. В следующем этаже у меня лежат такие вещи, которые называются нэпсы, нэпсы и слапсы. И это также итальянская фабрика. В процессе переработки шерсти, её окрашивания, прочесывания, ну образуются катышки. Вообще-то это отходы шерстяного производства, но их вот окрашивают, также в цвета итальянской шерсти, и в дальнейшем они вот таким вот образом выглядят, и их можно привалять. На следующем этаже у меня располагаются нити, нити шелковые и нити вискозные. Есть вот такие вот индийские ниточки, они вот такие вот разноцветные, абсолютно хаотичные расцветки, вот такие вот все перемешанные, и я также их использую для декора своих волочных изделий. Это здесь как бы вот совсем отходы от производства, кстати, индийских сари. На нижней полке у меня расположены шелковые волокна, как, например, шелковые коконы вот в чистом виде, вот прям даже там гусенички внутри есть, то есть если мы погремим, прям погремушечка, и это вот такой вот кокон, и там внутри настоящая шелковая гусеница. Вот из таких вот коконов потом получают нити, ткани и какие-то всевозможные волокна. Например, вот здесь у меня шелковые префельты, ну, в материаловедении, наверное, мы сильно вдаваться не будем, потому что я, конечно, могу рассказывать бесконечно о материалах, поскольку я люблю войлок, валяне и материалы. Очень, кстати, я любила в свое время использовать обувные коробки, так, например, вот какие-то волокна я складывала, вот, например, в этой коробочке у меня волокна крапивы лежали. Вот это тоже огромная коробка, это была коробка из-под набора полотенец и халатов. Она вот такая вот огромная, большая, неглубокая, и как раз здесь вот так вот у меня наставлены те самые пакетики с волокнами вискозы. Вот еще одна коробка от, по-моему, постельного белья тоже, и здесь у меня лежат вот, лежит пряжа определенного вида, то есть я знаю, где у меня какая пряжа лежит. Вот следующая коробка от обуви, здесь у меня лежат люрексные нитки всевозможные, то есть я подхожу к этой коробке, и я точно знаю, что здесь у меня лежат люрексные нитки. Здесь у меня вот, вы видите, такой стеллаж, я сделала его сама из коробок из-под молока, но не из тех коробок, которые вот, ну, маленькие, литровые. Вот эти литровые коробки находятся в больших коробках, вот такой вот стеллаж, сделан у меня из коробок из-под молока. Вот. И в каждом вот таком вот окошечке у меня лежит вот прям где-то один моток пряжи, если они очень большие, или также они сгруппированы вот по типу пряжи. Здесь, например, у меня лежит вот такая вот корзинка с пряжами, с пайетками. Да, я как сорока люблю, когда все блестит. Здесь, например, у меня вот лежит махеровая пряжа, она хорошо приваливается, дает красивую такую пушистую поверхность. Здесь, например, вот у меня различные оттенки ленточной пряжи. Это, конечно, очень упрощает организацию рабочего пространства. Вот здесь у меня вот буклированная пряжа различных производителей. Здесь у меня вот пихорская ровница. Такой вот огромный стеллаж. Все пряжи у меня как бы на лицо, на глазах. И все это вот под рукой и практически бесплатно. То есть просто обычные коробки с перекладками. Вот с такими я сделала много мастер-классов, как бы, как сделать органайзеры из картона. Даже на моем валятином канале я тоже решила с своими подписчиками поделиться, как сделать вот такую вот штуку. Стиральная доска. Обычная вот такая бабушкина стиральная доска. На ней, кстати, я валяю сумки и обувь. Вот здесь у меня, как говорится, лежит мое золото, да, люксовые мои материалы. Там лежит российская шерсть. А здесь самые-самые топчик. Здесь у меня вот лежит та самая итальянская шерсть. Итальянская фабрика DHG. Вот цвет акация. Вот такой вот. Такая бобинка продается килограммовая. Вот такая вот синяя шерсть у меня тоже есть. Вот точно такая же черная. К сожалению, пакет просто разодрался. Кошки, зараза, лазают. Все разодрали. Зеленая. Бордовая. Вот такая вот шерсть я покупала еще в Москве в магазине шкатулочка. И вот здесь, ну совсем, как говорится, люксовый люкс. Это новозеландский мериносовый сливер. Не окрашенный. Химически никак не обработанный. Помыли и расчесали. Вот такая вот она прекрасная. Как на икону на нее смотрю. Она очень мягкая. Она очень легко валяется. К ней все прекрасно приваливается. Вообще, это вот прям. И из нее получаются вот самые-самые-самые мягкие вещи. Вот именно из этой шерсти. И здесь у меня еще остатки роскоши. Это шерсть валяшка. Но это тоже австралийский меринос 19 микрон. Сейчас эту шерсть уже не производят. А это семеновская фабрика. И у них была отличная шерсть. Длинный штапель. Прекрасно раскладывается. Не электризуется. И вот еще несколько упаковочек у меня есть. Представляете? Уже фабрики, наверное, нету лет 5. Вернее, фабрика есть, но вот эту шерсть они не производят. А у меня до сих пор она есть. Наверное, последний мой уголок, с которым я поделюсь с вами. Это швейный уголок. Здесь у меня находится швейная машина. У меня достаточно простенькая швейная машина. Дженаме, дресс-код. Там не так много строчек. Строчек. Но самое главное, там есть зигзаг. Там есть полуавтоматическая петля. Все-таки я иногда шью. Самая моя недавняя покупка, приобретение. Я купила себе оверлок. Четырехниточный. Я долго о нем мечтала. И, наконец-то, его приобрела. Но именно волок я пока что им еще не шила. И также здесь у меня находится вот такая вот огромная коробка, в которой у меня лежат журналы. Журналы Бурда, по которым я и шью, и валяю. Вот такие вот журнальчики. У меня есть как более современные. Это, например, 2016 год. То есть этот современный 2016 год. Также есть и журналы 89-го года. Здесь какое-то прям совсем барахло-барахло-мелочевка. Типа там какая-то фурнитура, кнопки, молнии, замки, плоскогубцы. Потому что иногда нужно молнию укоротить. Ну, то есть вот такая вот всякая мелочушка, которую я также использую. Здесь у меня отдельный ящик по фурнитуре для изготовления войлочной обуви. Я пробовала, но немного мне не понравилось. Скажем так, слишком сложно, слишком замуторно. И я не разделила эту любовь. Или любовь со мной не разделила это. Поэтому вот всякие такие штуки для изготовления обуви есть у меня. Иногда как бы я ими пользуюсь. Вот всякие пробойники. То есть это обычно используют мастера по работе с кожей. Но у меня вот тоже это есть. Есть вот обувные резинки. Тоже очень хорошие, качественные, итальянские. Вот всякие шила такой толщины, другой толщины. Люверсы, блочки. Все есть. Но вот как-то не сложилось у меня с обувью. И поэтому не особо я этим отделом пользуюсь. Ну вот поэтому сложила в маленький такой ящичек. А вот здесь у меня фурнитура для шитья. Вот такая штука для заутюживания припусков. Вот такие вот штучки для изготовления косой бейки. Купила крючки шубные. Нужно их пришить на одно из изделий. Давайте покажу немножечко вам свои изделия. Как я вам сказала, что я больше всего, по крайней мере на сегодняшний день, люблю делать жакеты. Люблю делать их красивыми, яркими, необычными. Я считаю, что войлок для того и создан. И вообще изделия ручной работы созданы для того, чтобы делать именно необычные вещи. Так, например, вот этот жакет. Здесь использован синтехнический лен в качестве декора. Российская шерсть. Пакистанские вот такие вот платки для декора. А наизнанке здесь итальянская вискоза. То есть, как говорится, жакет собран со всего мира. И получилась в итоге вот такая вот красота. Также есть вот такой вот жакет в национальном узбекском стиле. Вот здесь вот привален узбекский шелк. То есть, он узбекского производства. И он также с узбекским принтом. Вот такой национальный немного жакет. Вот вы видите, он достаточно тоненький, мягкий. А рукава здесь декорированы волокнами вискозы, тенцела. И вот они как бы сочетаются с шелковой поверхностью. Наизнанке здесь как раз итальянская вискоза. Тоже вот такая вот цельноваленная обтачка. Отделка при помощи косой бейки. То есть, я стараюсь сделать изделия красивыми, качественными. Чтобы не было, как говорится, мне за них стыдно. Спустя три дня, когда заказчик их приобрел. Вот. Также очень я люблю работать с пряжей. Вот такой вот кардиган. Как я сказала, я люблю, когда все блестит, все яркое, все пёсрое. То есть, вот этот кардиган можно одеть, например, на какую-то там майку летом. Или на джинсы, может быть, даже на шортики какие-то накинуть. И будет очень красиво. Вот эти два кардигана сделаны на одной выкройке. Но разная длина рукава. Ну и там небольшие технические как бы изменения внесены. И получаются вот такие вот изделия. Вот, как говорится, все красиво, все блестит, все ярко. Ну, поскольку все это выполнено вот в одной цветовой гамме, достаточно все смотрится, ну, гармонично и лаконично. Ну, по крайней мере, я так считаю. Я так считаю, мне так кажется. Конечно, иногда у меня есть злобные зрители, которые пишут, что абсолютно ужасно, абсолютно безвкусно. Какие-то непонятные куски друг с другом слепила. И еще себя мастером называет. Ну, я не обращаю внимания на такие комментарии. Вот, также, вот это тоже войлок. Вот, как бы, вот тоже войлок. Очень, как говорится, сдержанный, лаконичный. Вот, можно надеть такую сетку на любой, на любую водолазку, блузку, и будет уже смотреться совсем по-другому. Вот такая вот сеточка из войлока. Также это войлок. Вот, все это войлок. И вот я вам говорила, что я использую большое количество шелка. Вот, на примере спинки вам покажу. Вот, посмотрите, рукава здесь декорированы пряжей. А вот само изделие из десятка, а может быть и двух, а может быть и трех десятков различных видов тканей. Здесь и шелковые, и вискозные. Здесь вот только натуральные ткани. Здесь никаких синтетических тканей нет. Вот это панбархат. Здесь вот эта шерстяная ткань. Вот это фрагмент Павла Посадского платка. Вот это шелк. Здесь шелк, шелк. То есть, и вот эти вот однотонные квадратики, желтые, красные, бирюзовые, это вискозная бумага. То есть, да, еще одна техника. То есть, войлок настолько-настолько обширный. И вот поставьте рядом валенок обычный, да, и вот эту кофту. Скажите, вот что это одно и то же. Это войлок. Просто валенок это более традиционный войлок, а вот этот кардиган это более современный войлок. То есть, сейчас войлоку делают уже вот таким. И то, это мой войлок. Другие мастера делают совершенно другой войлок. Вот я говорю, я люблю работать с пряжей. Люблю, когда блестит все. Здесь вот паеточками дополнительно украсила. Вот. Такой вот поясок. А здесь даже еще у меня пуговички ручной работы. Когда я была в положении на большом сроке, уже было невозможно мне валять. Тяжело. И я сходила на мастер-класс и наделала себе кучу-кучу, огромную кучу пуговиц. И вот потихонечку их использую на своих изделиях. То есть, вот абсолютно-абсолютно уникально. Из войлока можно сделать и брюки. Такие вот классные, теплые брюки на зиму. То есть, я делаю чаще всего яркий войлок, но иногда делаю и вот такой вот сдержанный, деликатный. То есть, видите, такой серый, меланжевый, простой силуэт. Но здесь вот у меня такая вот изюминка. Это вот такие карманы с вышивкой. При том, что я не вышиваю. Я не вышиваю на машинке, но вот такая вот машинная вышивка. И это вот у меня такой костюм. Вот с такими же кармашками на жакете. Вот такой вот жакетик. Вот такой достаточно мягкий, расслабленный. Вот стопроцентная шерсть. И вот этот жакет, кстати, сделан из той самой серой шерсти, из которой я делала заготовки. Это вот самый мой первый жакет. Он сделан из шелка, из итальянской шерсти и волокон вискозы. Он, конечно, не продается. То есть, я его показываю как образец, что было, что стало. То есть, рассказываю о своем войлочном пути, скажем так. Вот это, наверное, одно из самых моих любимых изделий. То есть, абсолютно такая нейтральная вроде как бы фактура. При помощи шелковых волокон созданы. Но вот изделие валялось по деталям. Все это было вот в таком вот белом цвете, вот таком молочном. И в дальнейшем все это вот окрасилось. Каждый вот этот фрагмент окрасился в разный цвет. И в дальнейшем это сшилось. Вот такую вот тесемочку веселенькую пришила. И на нее уже кнопки. Также очень люблю, как говорила, работать с пряжей. И при помощи пряжи создаю вот такие вот твидовые поверхности. Такие вот пестрые, необычные. И даже вот изделия стилей Шанель можно создавать в технике войлока в Аляне. То есть, войлок, ну не знаю, что из него только невозможно сделать. Вот это сделано на основе узбекского маргелландского шелка. Вы видите, вот она абсолютно светится. Это кофточка. И совсем небольшое количество шерсти здесь использовано. Вдохновение я получила после того, как были, помните, популярны эти кардиганы, лало-кардиганы. Вот эти косы. И вот вы видите, здесь градиентный вот этот переход. И такая вот, ну здесь у меня не коса, а здесь у меня вот такие ажуры. Вот такие вот вещи. Это тоже. И это тоже войлок. Вот такая вот накидочка. Тоже блеск, правда. Перья. Вот такая вот накидка. Изначально вообще она была свалена из белой шерсти, натуральной неокрашенной. Потом я окрасила это в фиолетовый цвет. Добавила перьев, блеска. И получилась вот такая вот вечерняя накидка. Ну что ж, друзья, я показала вам свою мастерскую, ее обустройство, свои материалы, с которыми я работаю. Я показала вам готовые изделия, которые я создаю. Рассказала о каких-то хитростях организации моего рабочего пространства. Надеюсь, вам было интересно у меня в гостях. Если вы хотите стать героем моего канала и хотите, чтобы я сняла ролик о вашей мастерской, о том, что творите вы, что вы создаете, из каких материалов. Может быть, это какое-то мыловарение. Возможно, вы вяжете крючком игрушки. Возможно, вы делаете изделия из кожи. Я с удовольствием приду к вам в гости и сниму о вас такой же полноценный, полномасштабный, длинный фильм. А вы были в гостях в мастерской Ягуби Фелтинг у Татьяны. И я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось у меня в гостях. Спасибо.